Итак, ребят, всем огромный привет! Сегодня я буду играть на своем основном аккаунте и буду поднимать кубки. В общем, как вы поняли, это у нас рубрика «Поход в Титан Лигу». Собственно, цель наша сегодняшняя — это преодолеть планку в 3200 кубков, то есть попасть в Чемпион Лигу, именно в третью Чемпион Лигу, с чем, я надеюсь, мы сегодня и справимся. Играть, к слову, мы будем с вами воздушным миксом. Не знаю, почему я решил поиграть воздухом, несмотря на то, что я абсолютно не умею играть воздухом. Многие-то спросят, а если не умеешь, то зачем его брать? Ну, разнообразие ради. Наверное, именно ради этого я его сегодня и беру. Собственно, трешечки от меня ожидать сегодня, я думаю, явно не стоит, потому что, как вы уже поняли, по-недавно сказанному играю я воздухом реально просто отвратительно, поэтому двушки — это, наверное, потолок, в который я упырусь, и дальше просто не получится более набить по процентам, по звездам, то бишь, ребята, скорее всего, двумя звездочками сегодня все наши атаки ограничатся. Но ничего страшного, потому что набить нам нужно не так уж и много кубков, как это было ранее, то есть в прошлых выпусках нам нужно было наврать, ну, порядка соточки в каждом, а здесь всего лишь 57 трофеев, и, в принципе, все, мы уже попадаем в третьего чемпа. Поэтому, думаю, даже двумя звездами, если мы будем брать их с девяток, нам должно хватить. Именно двумя звездами мы должны будем ограничиться, и, в принципе, это будет нормально. Поэтому, ребятки, вот как-то так. Микс у меня сегодня вот такой вот, я уже вам его светил до этого, и давайте вам объясню, что и для чего я здесь беру. Собственно, стенобои, камень, герои, джамп и поизон, наверное, это все, получается, будет такой предзаход. Для того, чтобы поломать, попытаться поломать ПВОшки оппонента, или же убить, например, его королеву и уничтожить юнитов из крепости клана, к примеру. Ну и, собственно, маленькие дракончики, мушки и драконы большие, включая один хил, также хейст и два рейджа, это такая вот наша основная армия, которая должна будет сносить базу. Собственно, дракончики у нас будут использоваться, наверное, в конце, или в начале для зачистки, или же в конце для набития незастающих процентов. Мухи будут использоваться, опять же, либо для зачистки территории, либо для набития процентов. Собственно, драконы будут основной ударной мощью, которые должны будут сносить базы. Поэтому, ребятки, в общем, все расписало, что и для чего хочу использовать. Ну что ж, тогда ставлю на паузу, погнал я в поиск, нахожу базу для противника, нет, стоп, нахожу базу для себя, базу противника для себя. Собственно, тогда уже буду готов включиться, ну а пока ставлю на паузу. Так, ребятки, нашел тут, в общем, довольно интересную девятку, если посмотреть, то это практически фуловый девятый домик, за исключением забора. То есть буквально немножко товарищей не хватает, чтобы быть фуловым именно по забору. Ну и, собственно, героев, 23-й король, а королева, королева у него на апе, какого левела она, я, в принципе, не знаю, ну да и фиг с ней. Значит, ребята, смотрим, где у него расположены пвошки. Расположены пвошки у него в основе своей в этой, получается, секции, одной такой большой, это не центральная, это такая, знаете, уже более, ну, не боковая, что ли. Короче, вот в этих вот секторах, которые ближе вы именно к этим краям, нежели ближе, чем к таунхолу, и к стороне, где ближе, ближе к которой таунхол, в общем, я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Значит, ребятки, смотрите, как нам нужно с вами поступить. Я планирую пробить забор возле короля, зайти с помощью героев, попытаться поломать хотя бы одну пвошку, и, в принципе, далее зайти именно со стороны тх, чтобы 100% его поломать. Поэтому давайте попробуем, потому что время идёт, а я всё болтаю-болтаю, и времени у нас не так уж и много, в общем, остаётся. Зайдём, наверное, с этой стороны всё-таки, там и до короля можно будет достать, поэтому всё, что я только что перечислил, реализовать должно получиться. Так, будем скидывать миньончиков сейчас, в общем, для того, чтобы набивать недостающие проценты и понемножку зачищать круг. Так, ждём выстрела мортиры. Мортира стреляй. Мортира стреляла, поэтому можем высадить наших стенобоев, чтобы вскрыть данную секцию забора. После этого, друзья, я скину тут одного героя, и тут там же именно второго героя добавлю. Так, собственно, ждём подходящего момента, когда можно будет раскидать наши баночки. Предлагаю вам, в общем, скинуть джамп именно таким образом, не задевая ничего лишнего, насколько я вижу. Также у меня готов поизон, которым можно будет вытравить его короля, чтобы он не бил так бодро. Я думаю, получится всё, в принципе-то, должно. Король понемножку травит, самой король и моя королева с ним потихонечку справляются. Прожму кинга. Так, главное не забыть прожать квину. Прожимаю, собственно, свою королевку. Прекрасно. Одну пвошку мы его снесли. Это просто замечательно. Далее, пожалуй, ребятки, сделаю вот так. Скину одного маленького дракончика здесь. Одного маленького дракончика... Где бы, где бы ещё добавить? Да что-то как-то больше негде. Наверное, уже пора основных драконов, основную массу драконов выпускать. Поэтому пускай, в общем, они и летят. Кину здесь, значит, хейст. Где-нибудь... Вот тут можно добавить баночку рейджа. Так, у меня ещё есть дракончик в пару. Ну, давайте их в той же, собственно, местности и скинем. Почему бы и нет? Наша основная задача, как мы все с вами прекрасно помним, это, ребят, двушка. Потому что на трёшку я вообще не рассчитываю в этих атаках. И, собственно, спрашивается, нафига тогда все эти манипуляции проводил? Там что-то героями убивал его героя, пытался снести пвошку. Нафиг оно всё было нужно? Ну, не знаю. Просто так, чтобы казалось, что что-то умею. Хотя, на самом деле, так оно и не есть, к сожалению. Ну, ладно. В принципе, я думаю, такие предзаходы, это не то чтобы весело. Прикольно. Как-то прикольно. А как будто чувствуешь себя, хотя бы вот вдруг что-то, что-то умеешь. Ну, не вдруг что-то умеешь, вернее. А вдруг получится что-нибудь, если так сделаешь. Ну, не знаю. В принципе, я в этом сомневаюсь, что что-то с таких получится. Именно проделок. Ну, почему бы не попробовать. Так, я хочу сейчас добить эту базу на максимальное количество процентов, на которые смогу. Потому что время уже вот-вот заканчивается. А юниты у меня оставались, поэтому по-быстрому их раскидал. Ну, само собой, трёшечки здесь нам не светит. Об этом я уже вам сразу же сказал. Но, в принципе, довольно, ребят, уверенная двушка. Мы здесь, как мы прекрасно все понимаем, мы её здесь как раз и увидели. Прекрасно, собственно. Девять кубков не особо много, но не особо много нам сегодня не нужно поднять. И, кстати, самое главное, получаем 100% бонуса. Вообще, просто шикарно. Так, получается, значит, что мне нужно, друзья? Мне нужно бустануть двух моих героев. Без них вообще никуда. Также бустануть мои казармы. Четыре штучки. Фабрику обычных заклинаний. Ну, и, в принципе, вроде как всё. Остальное варится всё довольно быстро. И поэтому бухтить ничего больше не буду. Ну что, понемногу уже начинаем подниматься. Тогда ставлю на паузу. Жду, пока достроится армия. В поиске найду что-нибудь угодно для нападения. Ну и, собственно, продолжим поднимать данные кубки, которые уже начали. Итак, ребят. Вот, собственно, я и нашёл вторую базу, на которую мы будем нападать. 20 кубков с неё доступно. И, кстати, королевка здесь находится, в принципе, в довольно живом состоянии. Это говорит о том, что вот наши предзаходы, которые мы делаем, они будут не напрасны. Потому что мы её завалим. И, в принципе, нам будет немного попроще. Поэтому давайте это и сделаем. Также можно попытаться зацепить ещё и чистильщик вместе с ПВОшкой. Если всё получится снести, то, что я вам только что сказал, то будет просто реально великолепно. Поэтому давайте попытаемся. Собственно, ребятки, смотрите. Скину, пожалуй, одного маленького дракончика я вот здесь вот. Второго вот тут. Ну и, собственно, жду пока всё это дело понемногу, понемногу будет зачищаться. Так, они у нас потихонечку летают, маневрируют. Скину, пожалуй, ребятки, вот тут вот камня. Пускай потихонечку идёт. Также у меня готов король. Готова королевка. Так, ждём выстрела мортира ещё одного. Ну и, собственно, потихонечку пускай бегут стиль на бой. Надеюсь, никто под выстрел мортира не попадёт. Да, вроде никто не попал. И это просто прекрасно. Так, ребятки, смотрим. Королева оппонента, наш король, довольно быстро вырубил. Просто идеально. Камень впитывает урон, прям как и должно быть. А королевка вместе с королём, именно моим, очень даже нехило гуляют по базе и делают всё, что, в принципе, от них и требуется. Чистильщик мы с вами снесли. Королеву убили. И валим сейчас его ПВОшку. Ребята, смотрите, как всё складывается. Это прям вообще великолепно. Так, прожимаем, ребятки, тогда Кинга. Ну и, собственно, сейчас будем уже вот-вот залетать, надеюсь, в центр данной базы. Я бы хотел себя видеть именно там. Так, скину, пожалуй, тут одного маленького дракончика. Тут одного маленького дракончика, чтобы, опять же, чуть-чуть позачищать. Ух ты, там ещё и Квина сейчас будет по таунхолту лупить. Вообще шикарно. Так, прожмём её. Пусть она побольше урона нанесёт. Пускай она его не снесёт, этот ТХ. Но это 100%, не справится она с ним. Но зато сделает урон, который от неё, в принципе, требовался. Так, ребят, пускай у нас потихонечку летят наши драконы. Надеюсь, то, что этого количества, то, что я только что скинул, мне хватит. Но, на всякий случай, я парочку, ребятки, всё-таки оставлю. Потому что, мало ли, не захотят они лететь на ТХ. Я думаю, они будут явно не лишними. Так, раскидываю, значит, здесь свои баночки рейджа. Не знаю, зачем я скидываю, получается, в одно место и рейдж, и хейст. Наверное, я просто сверхразум. Ну, ладно, в принципе, это нормально. Так, одного дракона скину так, чтобы 100% обзаврать его ТХ. А я думаю, это явно будет, ну, в принципе, не лишним. Это инфа соточка просто. Так, его Таунхолл мы сейчас разрушим с вами. Вообще, в принципе, довольно просто. Да, отлично, так, в принципе, и получилось. Вторая звезда, ребят, тоже получена. Ну, и теперь хотелось бы понабивать как можно больше процентов, чтобы получить как можно больше бонусов. Потому что, как видите, по эликсиру у меня реально довольно большая задница сейчас творится. Поэтому надо бы, надо бы срочно это сделать. Скину, пожалуй, тут одного дракона. Также, ребята, не забываем, время тикает. За это самое время мы должны с вами успеть много чего сделать. Скину, значит, здесь три миньончика. Скину, пожалуй, еще одного миньона тут. Где можно еще это халявные процки-то набить? Как вы думаете, друзья? Давайте вот найдем такие места, где их можно... А, блин, смотрите, ПВОшка достает. Там жалко, жалко, скажу я вам. Скину, пожалуй, тогда еще одного миньончика тут. И давайте набивать как можно больше процентов. Потому что по эликсиру реально огромные проблемы. Мне нужно как бы еще целый выпуск записывать. Набрать определенное количество кубков. А армия-то, в принципе, не из дешевых. По эликсиру-то как раз выходит. А суть в том-то, что, ну, реально, просто не на что ее варить. Поэтому, ребятки, мне нужно сейчас как можно больше набивать процентов. То есть за каждый процентик, знаете, так цепляться, чтобы получить, ну, хоть на копеечку бонуса поболее. Потому что, ну, сами видите, что происходит. Происходит реально довольно большая жопа. И что делать с этим, я не знаю. Потому что ни звездного бонуса недоступно. А в каке у меня ничего не лежит. Вообще никаких, знаете, заначек не присутствует. И поэтому как-то нужно будет выживать в этом плане. Скорее всего, придется экономить, ну, наверное, на маленьких дракончиках, как мне кажется, ребят. Потому что, ну, сам видите, действительно на них не хватает. И лучше сварить, наверное, будет миньончиков. Просто серьезно говорю, миньончиков. Потому что, ну, блин, дракончики маленькие, это, конечно, хорошо. Но они дорогие. Потому что 4 дракончика, извините, у меня 60 кусков эликсира стоит. А это, в принципе, практически 2 полноценных дракона. Ну, там, ну как, полтора, короче, наверное, дракона. Нет, 100 вру. Смотрите, значит, так, нужно посчитать. Посчитать, посчитать, посчитать. Стоп, у меня что-то с математикой плохо. Короче, 5 дракончиков маленьких, это, по идее, 2 полноценных дракона, да? А я беру 4, значит, это практически 2 полноценных дракона. Ну, практически там, ну, не знаю. Ладно, короче, забейте, я математику изменяю никудышной, в общем, придётся экономить. Вот что я хотел вам сказать, но в принципе, буду надеяться, что той армии, что мы сегодня будем брать в бои, нам хватит. Так что, ставлю на паузу, жду пока достроится то, что у нас сейчас варится, ну и как только в поиске я подберу что-нибудь годное для нападения, желательно с эликсиром, тогда я сразу же включаюсь. В общем, ребят, решил тут немножко рискнуть и напасть на десяточку, правда, десяточка немного странная. Как мы видим, здесь, в принципе, герои не особо-то и сильные, но попотеть с ними немножко придётся. Третий инферно, красавчик, но, братан, десятые башни лучня, за исключением одной штучки, а десятые пушки, опять же, за исключением всего лишь одной штучки, арбалета две штуки, и то они второго левела, и то один на апе, что? Что с тобой не так, братан? Какой-то странный товарищ, в общем, нам попался, ну ладно, придётся, в общем, его попробовать сломать. Значит, ребятки, смотрите, как я хочу поступить. У нас с вами довольно много мух, поэтому можем ими довольно добротно попробовать позачищать, собственно, территорию. Скину, пожалуй, значит, камни вот тут вот, также выдам вот тут вот баночку джампа. Собственно, буду зачищать здесь миньончиками территорию, как всё и принято, как всё и должно быть. Также, ребятки, после этого скину, значит, короля, уже вот-вот вместе с королевкой, которые должны будут залететь в нужную для нас секцию. Надеюсь, залетят именно то, куда нужно. Доломаем эту казарму, чтобы она нам вообще не мешала никаким образом. Кстати, знаете, в чём я тупанул? Я забыл с собой поизон сварить. Ой, не поизон, извиняюсь, а этот, как он там называется-то? Хейст, во, хейст забыл сделать для себя. Вот в чём проблемка такая основная у нас с вами заключается. Ну, ладненько, потихонечку тогда пускай у нас дракончики летят. Помаленечку, потихонечку. Скину, значит, их. Добавлю, пожалуй, здесь баночку рейджа. Главное, не забыть прожать героев. Прожму короля прямо сейчас. Кину ещё один рейдж, пожалуй, не знаю где даже. Давайте сначала кину хил. Там, наверное, правда, никто хилиться-то не будет, потому что там инферно, собственно, жарит. В этом проблемка, конечно, большая присутствует. Ну, ладно, может быть, всё-таки кто-нибудь и попадёт под хил и подлечится. Так, ребятки, таланкул мы сломали. Вот это вот я, конечно, немного не ожидал. Думал, всё-таки не получится. Но не, вроде бы, вроде бы как не крути проканала. Это очень круто. Главное ещё не забыть прожать королевку. Она тоже дорогого стоит, на самом деле, её способность. Вот, к чему я клоню. Поэтому давайте смотрим за ней и прожимаем тогда прямо сейчас. Слушайте, ребятки, а это двушка. Ё-моё, вообще не рассчитывал. Всё-таки да, то, что у товарища столь слабо прокачанный деф, это реально, как ни крути, это даёт о себе знать. Это реально даёт о себе знать. Поэтому, друзья, инферно и такие здания типа него, как арбалеты, орлы, это всё прекрасно. Это всё изумительно. Вопросов по этому поводу нет абсолютно. Но, ребята, всё это должно работать именно в тандеме друг с другом. Потому что поодиночке, сами видите, что происходит. Нифига не пошло. Поодиночке не работает абсолютно ничего. Так что, как видите, двушечку я получил вообще крайне спокойную, даже, ну, в принципе-то и не вспотев. Так, собственно, нужно добивать процента, сколько могём, как говорится, нужно попытаться забрать. Нет, вот эта казарма всё-таки я не смогу сломать, по идее, да? Или получится у меня. Мушка, блин, самого малость не хватило. Вот что, конечно, обидно. Лучше бы вот сюда вот двух миндёнчиков скинул, вот. А именно на этот сборщик тогда бы, возможно, успел его снести. А так, скорее всего, одномушка вряд ли справится. Хотя, времени, конечно, мало остаётся, но бьёт она бодро и бьёт она больно. Может, успеет? Три, два, один... Нет, тоже буквально чуть-чуть не хватило, как и на казарме. Ну, да ничего страшного. 62 процента, 189 косарей эликсира. Самое главное, друзья, 22 кубка. Это просто то, что нужно. То, что прям и было нужно. Ну, и, собственно, бонус многими любимый. Лично мне очень сильно уже полюбившийся. Без него здесь уже как-то себя даже не представляю. Так, собственно, теперь мне эликсира хватает. Можно доделать армию, которую не доделал, дозаказать баночки. По бечёски, видите, как всё делаю. Приходится в несколько партий всё это заказывать. Но, чё ж поделать, кризис такой вот кризис. Не даёт всё заказать, к сожалению, разом. Также нужно выкинуть поясом, потому что я хотел вместо него взять хейст, чтобы он, как говорится, был. Ну, и, в принципе, ребятки, также нужно заказать немножко миньончиков. Ну, я думаю, то, что... Закажем. Проблем в этом нет вообще никаких. Правда, не помню, сколько там их вообще у меня присутствовало. Ну, ладно, там разберёмся, в принципе. Должны будем разобраться, насколько я понимаю. Ну, да, где-то вот столько. Как раз 13 мушек. 10 минут всё это будет вариться. Ну, в принципе, подождём. Проблем никаких я не вижу. Ну, что, ребят, как мы сами видим, всего лишь 13 кубков остаётся, чтобы попасть именно в чемпионы лигу. Поэтому нужно побыстрее эти самые кубки и добрать. Так что, друзья, ставлю на паузу, жду, пока достроится армия, найдётся противник и включаюсь по новой. В общем, ребят, нашёл тут девятку. Она, кстати, не особо-то и жёсткая по себе. То есть некоторые защитные сооружения не проапаны. Забор слабенький, но ресов и кубков с неё доступно довольно прилично, поэтому я хочу напасть. Собственно, желательно здесь поломать 2 пвошки и убить королеву, но думаю, что если снесём хотя бы одну пвошку и заберём королеву, то этого будет вполне достаточно. Поэтому давайте попробуем. Собственно, что я делаю? Я скидываю, получается, тут вот камни. Так, позади у нас, собственно, полетят мушки на зачистку территории. Все вот это и вот... Ух ты, ребята, смотрите, что происходит. Это вот уже опасно. Здесь, наверное, нужно будет подключать моих миньонов, чтобы они справились со всем этим делом и желательно побыстрее, потому что может получиться, ну, далеко не лучшим образом, скажу я вам. Кину здесь, значит, джамп. Надеюсь, он был нормальный, хотя мне кажется, чуть-чуть кривоватенький, но ладненько. В принципе, должен проканать, я надеюсь. Так, прожму Кинга, чтобы он, в общем, не загнулся в такой неподходящий момент. Королеву мы его уже уничтожили. Так, мой король, к сожалению, погиб. В этом довольно большая загвоздка будет, ну, в принципе, наблюдаться. Ну, ладненько, как-нибудь, надеюсь, протянем. Так, и теперь основной задачей является то, как бы нам залететь в центр данной базы. Ребят, даже не знаю, на самом деле, как можно это сделать грамотно. Давайте что-нибудь попробуем, в общем, замутить. Скину, значит, тут парочку миньонов. Главное, еще немножко оставить, потому что мало ли, где-то нужно будет проценты добить или что-нибудь такое из этой серии, тогда, собственно, они мне и пригодятся. Ну, и вот-вот уже полетят мои драконы, которые, надеюсь, залетят именно в центр данной базы, потому что именно там я и хочу их, собственно, увидеть. Ну, хотя бы. Хотя бы попытаться это сделать, запустить их в центр. Поэтому давайте попробуем. Так, скину, значит, здесь Хейст, чтобы они пободрее себя вели. А в этой секции, так, буду добавлять понемножку еще драконов своих. Пускай стараются залететь именно в центр данной базы. Так, Рейджик, пускай ложится первая вот тут-вот. Если что, то баночка Хилла у меня всегда на месте. И потратить ее тоже я, ну, само собой готов. Так, ребят, давайте я, наверное, уже вот тут буду выкидывать баночки. Пускай здесь ложится Хилл, чтобы лечить этих драконов двух, потому что на них довольно ответственная сдача лежит. Это снести ТХ. Я даже Рейдж потрачу, чтобы этот дракон 100% уничтожил его домик, потому что, ну, господи, кто его знает, мало ли не справится. А домик нам нужно снести, ну, 100%, поэтому я и потратил Рейдж. И, в принципе, это вроде как даже не зря было. Так, скину здесь, в общем, еще немножко миньончиков, чтобы понабивать проценты хотя бы попытаться. Ну, и, может быть, каких-нибудь ресурсов там с собой прихватить. Не знаю, если получится. Не знаю, ребят, кстати. Насчет того, набьем ли мы с этой базы именно 70%? Нет, уже вряд ли. Не добили мы этого именно визорда, башни визорда. Ну, да ничего страшного, потому что 17 кубков и террес, которые мы получили, а это суммарно, я сейчас эликсир буду считать 300 косарей, я думаю, нормально. Чё, всё? В смысле? Мне же побольше вроде надо было кубков. Ребят, чё-то там, сам именно того не ожидая, я залетел в чемп. Блин, ну круто. Слушайте, реально круто. Если вдруг кому-то всегда было интересно, как выглядит анимация получения чемпионской лиги, то вот, пожалуйста, выглядит, ребят, это вот так вот. Собственно, можно меня поздравить? Я дошел до чемпионской лиги довольно неожиданно. Я думал, мне не хватит буквально немного. Мне почему-то на секунду показалось то, что мне, ребят, не хватает... Сколько там получается? Я думал, что мне не хватает чуть более 20 трофеев, а как оказалось, нет. Вообще круто. Блин, ребят, опасно, опасно получилось. Ну что, в принципе, мне понравилось. Надеюсь, что, ребят, сегодняшние каточки, которые мы сегодня катали, буду надеяться, что они вам тоже понравились, потому что, ну, в принципе, я старался. Я реально старался и, наконец-то, преодолел рубеж и дошел до чемпионской лиги. Правда, по эликсиру реально довольно большая беда. Давайте лучше отменю всех этих юнитов, нафиг они мне нужны. Закажу потом лучше что-нибудь другое. Ну и, в принципе, надеюсь, то, что чемпиона мы удержим довольно спокойно, ну и, собственно, так же быстро рванем уже до Титана. Поэтому будем надеяться. Ну что, тогда на этом вот эта вот серия подходит к концу, если я не ошибаюсь. Она именно под номером 4 вроде. Четвертая серия, если я ничего не путаю. Так что, ребят, буду надеяться, что она вам понравилась. Понравилась. Не понравилась, а понравилась. Да, собственно, желаю всем счастья, добра, всего самого лучшего, всех благ. Увидимся с вами, ребята, в ближайшем будущем на новом ролике или на новом стриме. Всем, ребят, пока-пока.